Всем доброе утро, девочки мои! Я проснулась. Вчера была гроза. Сейчас тихо очень. Мухи уже летают. На улице свежо, но будет сегодня плюс 10 градусов. В общем, нормально, ветра нету, и это хорошо. Заварила я, девочки, кашу овсяную, которую я покупала в фикс прайсе вчера. Ну вот с яблоком вот это. Ну, вроде бы так, она нормальная. Я уже попробовала ее. На вкус нормальная. Кстати, самая дешевая каша, которую я только встречала. Стоит она 7 рублей 10 копеек, одна пачка. Ну, она там трех видов была. Но дешевле нету даже в пятерочке. И на вкус она нормальная вполне, очень даже хорошая. Буду брать. Доброе утро, девочки! Еще раз вам скажу, а то я не показывалась, потому что голова была грязная. Сейчас я искупаюсь, прекрасно все чувствую. Вот, пока у меня челма на голове, я решила сделать вот такую масочку. Масочка у меня Риноваш в Хаберли. Вот, что я вам хочу сказать. Проснулась я сегодня рано. Уже смонтировала вам видео. Кстати, я знаю, что некоторые люди до конца видео не смотрят. Но я вам хочу сказать, вот в самом конце, там у нас началась гроза. Даже молния там сверкала, гром гремел. Я только начала с вами прощаться. И на улице такое началось. Но я уже засняла в конце самом видео. Не ожидала я в марте. Грозу, гром, молния, все дела такие. Это обычно гроза в начале мая, как писал Пушкин, да? Люблю грозу в начале мая. В марте такого я вообще при жизни своей не припомню, чтобы было. Вот, ну, а сейчас пока пока чалма на голове, я решила сделать масочку вот эту вот. Сегодня собираюсь я приготовить что-нибудь. Наверное, может быть, отбивные сделаю. У меня еще бошь зеленый остался. Я его еще ем. Вот, отбивные. Может быть. А может быть, что-нибудь другое. Сейчас, если подумаю, может быть, что-нибудь другое придумаю. Посмотрим. Я вчера вам показала фикс прайс. И что-то я ничего не распаковала. Но сегодня я думала, ладно, исправим ошибку. Так, масочку сейчас прям щедренько намажем. Поэтому я сегодня показала уже вам кашку овсяную. Ну, кстати, приличная кашка. Вполне даже приличная, хоть и дешевая. А вчера я открыла вот этот вот сиропчик. Но я вам сейчас подробнее про него расскажу. Вот этот сироп Сустав Плюс. Классный, скажу я вам. Но про него я расскажу чуть позже. Сейчас я с масочкой немножечко побуду. И потом уже я вернусь к вам уже волосы, высушу маску, смою. И уже в нормальном виде к вам появлюсь на глаза. Вуаля! Красота! Так, на чем я остановилась, девочки? Хочу я вам сказать за вот этот вот бальзамчик. Я вчера его открыла. И вчера его попила. Такой вот бутылочка такая. Что тут написано? В общем, это все из трав, из башкирии. Добавляйте в чай, воду, кофе или употребляйте в чистом виде. В общем, можно и с водичкой разбавить. Травы, входящие в состав бальзама, рекомендуется при различных заболеваниях упорно-двигательного аппарата. Способствуют улучшению функционального состояния суставов соединительной ткани. Растительные компоненты оказывают противовоспалительное действие на суставы, восстанавливают подвижность, улучшают циркуляцию крови в области суставов. Снимают отеки, способствуют выведению из организма излишки солей, нормализации обмена веществ, способствуют уменьшению болевых ощущений в суставах. Оказывают положительное воздействие при возрастных изменениях в мышцах, костях и суставах. В общем, я вот это дело вчера прочитала, думала, о-о-о, это как раз то, что мне надо. Единственное, что здесь написано, вот бальзам этот, когда он еще не вскрыт, он хранится 2 года. Но после вскрытия его нужно хранить в холодильнике 45 дней. Все. Ну ладно, я думаю, что тут бутылочка, в общем-то, небольшая, и за 45 дней я его уже оприходую. И все, съем, выпью. Полезная штука. На вкус очень даже ничего, очень даже приятненький. Я вчера заварила чайок такой травяной, у меня спокойно ночи один есть, а другой иммунитет, это от Фаберлик. Ну, такой пакетик в травочках. И все, я заварила, туда 2 столовые ложечки добавила. Я думаю, утром и вечером по 2 столовые ложки будет нормально. И буду принимать. Ну, посмотрим, насколько вообще он действенный такой. Ну, по крайней мере, на вкус он приятный, при том, что я чай пью без сахара. Обычно мед немножко добавляю, чтобы подсластить. А тут травы с медом, сиропчик, ну, и вроде бы как недорогой, 77 рублей стоит нормальная цена. В общем, буду пить, девочки. И потом вам позже уже, через какое-то время, уже скажу, есть ли от него толк или нету, эффект какой-то. В общем, вот, да, такая вот нужная вещь, нужная. Вот я сейчас как раз-таки чайок этот заварю, не этот, я иммунитет заварю. Иммунитет утром, спокойной ночи, вечером. Кстати, спокойной ночи, что интересно, не сразу засыпаешь, но засыпаю вроде бы как обычно, но засыпаю, и самое главное, что сплю до утра в нормальном, спокойном сном. Значит, все-таки там есть какие-то такие травочки, которые они как-то успокаивают и способствуют хорошему сну. Вот, ну, иммунитет тоже надо его уже пить, а то у меня стоит, я про него иногда забываю. И я его сейчас тоже заварю и попью с этим бальзамчиком. Несешь утро кофе глотать, да, я кофе, конечно, любитель, его много пью, но вот иногда можно кофе заменить, например, таким чаем, да. Вот, ну и все, а сейчас у меня выводится видео. Я искупалась, мне нужно сейчас немножко отдохнуть, ну и потом еще чем-нибудь займемся интересненьким. Вот хочу вам показать чай, который я пью. Сейчас я заварила вот этот вот иммунитет, то есть это иммунитет, а вечером заварю спокойной ночи. И все. Тут один пакетик кинула, такой светленький получается. Потом добавлю еще водички, будет все класс. Девочки, заодно хочу вам показать чехлы, я их вчера не развернула, но один чехол вот такой черный, он, не знаю, как будто бы какая-то ткань, такая вот что ли, не знаю. И тут вот такое вот есть окошко, это непрозрачный чехол на молнии, тут есть окошко, через которое можно увидеть, что там у меня висит. А вот этот чехол беленький посредине молнии, но он сам по себе прозрачный, поэтому и так будет видно, что там висит. Ну и здесь есть петелечка, и там есть петелечка, если для вешалки. В общем, с окошком черный чехол 99 рублей стоит, ну туда я запакую зимнее пальто, наверное, свое, а вот в этот беленький запакую свою новую курточку, ну уже потом, когда я ее сниму. А маленький вот этот 55 стоит, беленький. Так, ну все, мой чайочек уже настоялся. Добавим сюда сиропчик. Раз, два. Прекрасно. Можно еще добавить немножко водички. 200 грамм, 200 грамм, две ложки. Все. Сейчас попробую. Отлично. Замечательно. Такой вкус, когда чай на травах делаете, и он сладенький довольно-таки. Мне понравился. Девочки, решила я на ужин приготовить винегреты. Я сварила картошку, свекла у меня варится, у меня тут есть еще пол баночки капусты квашеной, и есть немного огурцов. Ну и потом лучок и вкусное вкусное масло туда сделаю. Сейчас буду пока просматривать видео, буду резать это все потихоньку. Ну вот и все. Пока видео смотрела, быстренько нарезала весь салатик. Вместо обычного лука я добавила сюда зеленый лук. У меня как раз два перышка было, и я решила, его тоже уже надо доедать. Вот. Ну ужинать еще рано, чуть-чуть как раз настоится, и к ужину будет готово. Решила я поужинать, уже время подошло, проголодалась. Ну вот у меня форель слабосоленая, сделала бутербродики и винегрет, и все, больше ничего не буду. Попозже уже чаек попью, который спокойной ночи называется. И все на сегодня. Всем доброго утречка, девочки мои. День следующий. Уже даже не утро, уже даже день. Я сегодня проснулась рано, потом кофе попила, легла и опять уснула. Проспала до 11 часов. Потому что на улице пасмурно, идет дождь, все время в сон клонит. И сейчас я уже все-таки поднялась, думаю, надо приготовить себе обед в конце-то концов. Потом мне нужно будет вечером сегодня уже сходить за Настей, отвезти ее на тренировку. Кое-куда хотела зайти, но не знаю, зайду или нет, наверное, не получится. Хотя посмотрим. Вот. Ну, сейчас я решила сделать отбивные и покушать на обед свеженькие отбивные и с винегретиком, который я вчера сделала. Так что давайте будем сейчас готовить отбивные. Так, я беру три кусочка свинины, одно яйцо я уже взбила и немножко панировочных сухарей. Все, я включила плиту уже, пускай прогревается. Ну, сейчас мы вот это поклацаем. вот это так теперь я посолю это присолю и поперчу чуть-чуть стороны перца вот этого маме закончился надо купить у меня есть еще другой перчик другой стороны кто-то делает ремонт стучат без конца куда от этого деться везде все время кто-то делает какой-нибудь ремонт и никуда не спрячешься от этого никуда не скроешься так немножко вот такого перца сделаю я не очень люблю его здесь он кусками я его обычно в жидкие такие то блин ничего страшного все теперь вот это вот обмакаем обмакнем яйцо и обваляем сухарях решила сделать это на одну сковороду чтобы как раз по сковороде они поместились но я естественно съем только один сегодня остальные сковорода разогрелась уже маслица нальем сюда чуть-чуть и отправим это дело жарить где-то две с половиной минуты с одной стороны и две с половиной с другой чтобы они были сочными и прожарились за одну и сок свою не потеряли что-то не испарился так перевернули жарим дальше время вышло я сейчас возьму самую большую вот если она не крови значит уже готовы в общем вот эти две отбивные которые поменьше я уже уверена что они готовы давайте сейчас разрежем посмотрим режется легко если она внутри уже белая вот крови нету значит готова вот ну то побольше она еще лежит на сковороде еще минуточку полежит но все сейчас вот это порежем на кусочки с удовольствием свеженькую сейчас поем с винегретом класс я прям вижу какая она сочная сок с нею вытекает классно все будем сейчас обедать девочки я вышла иду в садик на улице что творится кошмар мало то что идет дождь сильный ветер я уже этим за том как щитом прикралась мне зон чуть не вылетел из рук руки замерзли но в курточке тепло я шапку не одела мне в куртке тепло и голова не мерзнет ничего только руки в общем короче говоря я иду за нас и садик сейчас я забираю и отвожу на тренировку но по такой погоде снимать на улице я ее не смогу мы сейчас выйдем и бегом 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 мелкими перебежками все или поехали подоедем погода конечно жизнь девочки это 6 просто дождь и ветер а вот у девочки наконец-то я дома добралась ужас что на улице делается короче купила хлеб вот по акции грибочки вот эти ассорти взяла чуть не взять да что еще у меня по акции так колбаса тоже по моему по акции перец вот этот красная цена вообще там стоит 8 рублей кажется с копейками дело два пакетика мне сегодня видите не хватило на эти на отбивные решила взять попробовать вот эти молочные сосиски но скорее я взяла их насти завтра насти вечером будет у меня у у меня это отбивные еще на завтра есть она отбивные не захочет пускай сосиски она любит в общем немножко помидорчиков и взяла яйца сорт 1 красная цена такие беленькие хорошенькие все переодеваюсь вот девочки ну и погодка сегодня просто жесть я вышла на улицу вообще думала сначала что я сегодня выйду там снастей пройдемся поболтаем ну какой-то я иду у меня зонт выворачивается сильный ветер дождь хлещет лужи вот такие текут и руки даже замерзли в общем какой-то кошмар на улице а это думаю что ты сегодня меня целый день в сон клонит я сегодня примут вся какая-то вяленькая вот даже язык прямо еле ворочаю поэтому не стала днем там особо сильно снимать ничего ну в общем короче говоря что вот я вам хотела еще сказать что я я же говорила что я там собираюсь забежать в одно место в общем я хотела забежать но я забежала на самом деле туда где у нас тренировки происходят я хотела поговорить с тренером с другой группы параллельной группы там где девочки занимаются под музыку и с мячами и в общем хотела узнать их точно расписание но тренера не застала ее сегодня нету но я узнала ее номер телефона узнала расписание в общем нужно будет с ней переговорить и сходить на пробное занятие смогу я там заниматься или нет потому что там занятия немножко по интенсивнее чем то что делала я но увидите как видите я все-таки не покидаю вот эту вот мысль все-таки пойти заниматься потому что очень хочется очень хочется заниматься и физически чувствовать себя как-то более уверенно и может быть вес все-таки будет лучше уже снижаться так что надежду я не покидаю постараюсь вот может быть завтра связаться с тренером или послезавтра сходить уже туда и поговорить и попробовать может быть даже позаниматься в общем надежду пока еще держу буду пробовать какие-то придумывать варианты чтобы все-таки ходить на тренировки это нужно это необходимо все девочки на этом я сегодня видео закончу видео получилось коротеньким ну погода мне все испортила вот но надеюсь следующем виде будет уже поинтереснее по более поинтенсивнее на этом я с вами прощаюсь кому видео понравилось ставьте лайк и до новых встреч девочки пока пока а